Этот закон впрямую противоречит интересам Екатеринбурга и интересам жителей города. Но мы повлиять на него не могли. Но теперь нас ставят в ситуацию, когда мы обязаны легитимизировать чужое решение. Так вот, ни при каких обстоятельствах я в этом принимать участие не буду. Потому что это противоречит интересам Екатеринбурга, интересам жителей и является прямым обманом людей. Поэтому сегодняшнее заседание закрыто. И я объявляю вам, что я не желаю принимать участие, ухожу в отставку. Вам так спокойнее будет, так будет честнее, так будет правильно. Я не могу в этом участвовать, это противоречит интересам жителей Екатеринбурга. Всем спасибо. Вы знали о том, что Екатеринбурге? Владимир Владимирович хочет прийти. Нет, нет. Для вас это? Для меня это определенный шок. Но то, что он не нарушил в данном случае закон, это он молодец и абсолютно правильно сделал. Потому что внесение с голоса – это прямое нарушение регламента, это прямое нарушение права. Это говорят абсолютно все юристы. И то, что Ройзман не дал это сделать, это он сделал абсолютно правильно. То, что он пойдет на такое обострение, я не представляю. Вы сейчас идете к нему? Я сейчас иду к нему, да. Успокаивать или поздравлять? Я не знаю, похоже, меня надо успокаивать тоже. Должен быть документ подписанный, есть очень глобой. Это может быть эмоцией, тем не менее, какими словами, знаете, не бросаются. Сейчас мы определим наши права и возможности, чтобы не было никаких, ну, юридических методов, сессий и ошибок. Чтобы все было легитимно. Получается, после отставки Ройзмана выставлено? С исполняющим обязанностями. Что вы думаете по этому поводу? Это эмоционально или все-таки продумано? Нет. Эмоционально? Вернется? Не знаю, спросите, есть кто вас спросит. Евгений Владимирович, ну почему так? Это эмоция пристанула? Нет, какие эмоции? Почему? Трезвый, нормальный расчет. Есть вещи, в которых нельзя принимать участие. То, что произошло, это впрямую противоречит интересам города. Это обман жителей Екатеринбурга. Это решение, к которому горожане не имели ни малейшего отношения. Почему вдруг за полуторамиллионный город, лучший миллионник в стране, принимает решение кучка депутатов, которых знать никто не знает. Это противоестественно, это противоречит Конституции, хартии местного самоуправления, 154-131 закону. Поэтому, но там я на ситуацию влиять не могу. Все, они приняли этот закон. Я понимаю, почему его приняли и думаю, что здесь все понимают, почему его приняли. Все, дальше следует интересная процедура. Городская дума и глава города должен легитимизировать это откровенно нечестный, нелегитимный закон. Для этого надо вносить поправки устава. Ну, с чего вдруг устав города, основной городской документ, нет таких обстоятельств, при которых я могу принять какое-то решение, которое будет противоречить интересам моих избирателей и интересам города. Я никогда в этом участвовать не буду, о чем всем сказал и подал в отставку. Чем займетесь? Ну, есть же уже проекты. С чем вы, выйдя отсюда, займетесь? Ну, до 55 лет я как-то чем-то же занимался, мне есть чем заняться. А видите ли вы свое будущее в политике дальше? А вы? Я не знаю. Ну, я не знаю. После кресла спикера вы сможете участвовать в выборах Гордуму на место рядового депутата? Нет, я это исключаю. Во-первых, это такое плавание в лягушатнике. Во-вторых, здесь откровенно сейчас начинается очень серьезная борьба между жабой и гадюкой. И мне неохота в этом принимать никакого участия. Есть еще вопросы?